Всем привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня будет обзор тюнера BECA DVB-T2. Это цифровой эфирный приемник компании BECA. На коробке пишут, что поддерживает IPTV, YouTube, Wi-Fi. Но это все мы проверим, посмотрим, как оно там настроится, как работает. Вот такая упаковочка. Принимает он цифровые T2 каналы. Ну и давайте посмотрим на комплектацию. В комплекте идет такая мануалочка, где, вкратце, как и везде, описано, как все подключить. Также идет в комплекте пульт, тоже обычный. Встречался он такой пульт в многих тюнерах. Как бы одинаковый, небольшой, неплохо держит в руке. Есть кабель тюльпаны, HDMI кабель не ложат. Но эти тюнеры, можно сказать, для старых телевизоров подойдут отлично. Дальше у нас идут в комплекте батарейки. Ну, как же без них, конечно, они должны быть. Так, вот такие батареечки. Ну и сейчас посмотрим на сам тюнерок. На передней панели мы видим кнопочку включения. Сейчас тюнешка подстрою. Включение-выключение. Надпись B, кнопка включения-выключения, меню, USB-вход, кнопка переключения звука, антенный вход, антенный выход, еще USB-выход, входы HDMI и входы под тюльпаны тоже имеется. Ну и питание у нас встроенное. И корпус у нас металлический. Металл для любителей металла. Обратите внимание на этот тюнерок. Ну что, теперь можно его подключить к телевизору. Отсканируем каналы. Посмотрим, как работают интернет-функции. При включении у нас, вот, выдает он такую картинку, заставочка DVB-T2. Сразу включение сканирования. Так, включаем LSN. Нажимаем кнопку дальше. Так, здесь я обязательно включаю питание антенны. Так как у меня антенна наружная, нужно подпитывать антенну, чтобы поймался сигнал. Ну и кнопочкой начинаем искать каналы. Посмотрим, как он ловит, с какой скоростью сканирует. Ну и пройдемся, как идет картинка. Ну, картинка на таких тюнерах более-менее одинакова. Так что, разницы я не выжжу. Вообще, вот эти DVB-T2 тюнеры, они все, как бы, похожи друг на друга. Отличаются там немножко-немножко ПО. А так, в принципе, где все одиноко. Вот так, что-то сканирует, пишет какой-то канал 0. Непонятно что это. Это что-то, какой-то вышкой поймали. И вот пошел. Каналы, которые принимаются. Ну, как мы видим, скорость сканирования, быстрее, чем на многих некоторых. Ну, так. Можно сказать, быстро сканирует. Не так. Некоторые у меня вообще там долго, где-то минут 5. А этот, конечно, быстрее. Так, сейчас посмотрим, что у нас найдет. Видите, уже доходим до конца. Все, каналы отсканировались. Сохраняем данные. И давайте сейчас пройдемся. Посмотрим на картинку. Какие каналы у нас показывают. Ну, вот видите. Вот этот канал. Этот канал в формате HD. Картинка немножко получше. Так. Этот тоже канал работает. Сеспильная культура. Дальше у нас этот канал тоже работает. Так что все у нас показывает неплохо. Так. Ну, вот где пустые. Это каналы ушли. Группы Украина. Вот канал мультфильмов. Дальше у нас тоже канала нет. Этот канал просто ушел. Это здесь Украина. Были вот эти ихние каналы. Они просто ушли. Их уже в списках даже нет. Они сканируются. Вот областные каналы. И вот какие-то. Сейчас посмотрим, что это. А, этот просто название не прописали. Сигнал слабенький. С какой-то дальней вышки поймалось. Но все равно картинка какая-то идет. Ну. Как-то так. Ну что, теперь можно пройтись по меню. Давайте начнем с меню. Есть здесь номер канала. Можно сканировать ручной настройкой. Выбирать номер канала. И отсканировать. Фильтр канала. Можно все или только FTA выставить. Регионы Украина. Ну и дальше. Итак, начнем с меню. Сразу идет диспетчер канала. С помощью красной кнопки можно блокировать, перемещать, пропускать и переименовывать синей кнопкой каналы. Это уже каждый настроит под себя. Набираете синюю кнопку и пишите название канала. Если вам не нравятся, которые есть отсканированные. Ну и список избранных тоже есть. Можно установить любимые. Красные там. Фильтровать там фильмы, новости. Так все. Это тоже все можно настроить. Язык меню. Тайм-аут меню. Можно выставить. Прозрачность меню. 0,10. Там какие. Ты уже под себя настроите. 60%. Ну, кто как любит, кому как удобно. Как говорится, разные люди настроят под себя. Предпочитаемые субтитры, если имеются. Можно выставить свой язык. Предпочитаемые субтитры 2. Жесткий слух. Включить, выключить. Предпочитаемые аудио язык. И аудио язык 2. Дальше у нас идет меню установки. Так, я сейчас прозрачность на 0 поставлю, чтобы было мне удобнее. Есть таймер. Можно выставить на канал. И когда надо, будет переключаться тюнер на любимую передачу, которая вас интересует. Дата, время, конфигурация сети. Сейчас мы подключимся к сети Wi-Fi. Есть. Выбираем сеть Wi-Fi. И сеть через USB-переходник. Ну, мы через Wi-Fi конфигурации. Сейчас мы нажимаем, ищем свою сеть. Вот моя сеть, самая верхняя. Нажимаем кнопкой ОК. Вводим пароль. И ждем, пока соединится. Вверху, вы видите, цепочка. Она должна соединиться. Так, сейчас разорванная, нарисованная. И когда соединится, вот видите, уже соединилась. И мы подключились к Wi-Fi сети. Так, это у нас такое подключение. Дальше идем на... Это, если не знаете, с помощью можно телефона посмотреть видеоролик, как подключиться к сети Wi-Fi. Нужно этот QR-код отсканировать телефоном. Вас перекинет на YouTube-канал, где все описано, как нужно подключить Wi-Fi. Там, ну, тоже инструкции, так как и я описал. Как и USB Wi-Fi. И USB Network. И Wi-Fi Adapter. Здесь два видео, как все подключиться к интернету. Так что можете тоже посмотреть и подключиться. Я здесь сброс на заводские настройки. Обновление ПО. Если найдете ПО на данный тюнер, можно его установить на флешку и обновиться. Версия ПО, как вы видите, вот такая у него. Так. И автоотключение. Можно включить или выключить автоотключение данного тюнера. Дальше у нас переходим в следующее меню. Это настройки AV. Дисплей, видео, ну, картинку настроить, в общем, под себя, как хотите, это уже. Вот, посмотрите, какое здесь меню. Следующее меню, это у нас мультимедиа. Здесь можно смотреть фильмы, музыку, фотографии с флешки. Следующий разделы в режиме мультимедиа. У нас конфигурация ПВР. Это для записи передач на диск IPTV-лист. Если у вас есть какой-нибудь IPTV-лист, можно его установить на флешку и с помощью данного тюнера просматривать IPTV. Дальше у нас есть DLNA. С помощью этой функции можно транслировать передачи фильмы, музыку с компьютера через тюнер и установить данное приложение в компьютере или телефон и транслировать все это видео на телевизор. Если кому-нибудь данная функция интересует, можете тоже настроить. Оно все работает в этом тюнерке. Ну и сейчас перейдем в раздел интернет-функции. Так, давайте перейдем в раздел интернет-функции. У нас тут встречает вот такой разделчик. Так, нажимаем подключение к интернету. Нужно. И сейчас в этом разделе должен быть YouTube, кинотеатры. Ну, сейчас проверим, как оно все работает или работает оно вообще. Так, сейчас мы заходим. Ждем, пока оно соединяется. Ну, как мы видим, для интернет-функции уже видно, что очень медленно донатинный урок не сильно подходит, я так думаю. Но сейчас посмотрим, как оно все заработает. Там что-то до сих пор грузится. Долго, конечно. Он или работает он вообще, эти интернет-функции. Так, смотрим, смотрим. Так, есть MegaGo и YouTube. Давайте сейчас зайдем на MegaGo. Заходим на MegaGo. И что у нас происходит? Тюнер перезагрузился. Я так понял, MegaGo здесь не работает. Так, давайте попробуем зайти еще куда-нибудь на Eevee или еще куда-то. Та же ситуация. Тюнер перезагружается. Не знаю, если кто знает, почему так. Может, он не создан для этого. Но у меня, видите, не заходит никуда. Только перезагрузки. Я уже все пробовал. Опять перезагрузка. Ну, не работает он с этими интернет-услугами. YouTube тоже перезагрузка. Для интернет-функции этот тюнер использовать не советую. Только для просмотра DVB-T2 канала. Вот так. Неплохой тюнер для дачи, на кухню. Просто смотреть эти два канала. Интернет-функции он не тянет. Просто не тянет. Ну, вот такое у меня вышло видео. Спасибо всем за просмотр. Ставьте пальчики вверх. Оформляйте спонсорство, если хотите получать плюшки. Там у меня ранний доступ к контенту. Видео, как я снимаю видео. Ну, и много-много всего интересного. И спонсорство очень, ну, поможет мне. Это для поддержки канала. Это очень для меня важно. Потому что, ну, тоже нелегко эти тюнеры все для обзора покупать. Рассказывать о них. Ну, как-то так. Ну, все. Всем спасибо. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok